Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы шашечной игры. 12 апреля 2021 года, в День космонавтики, в столице Республики Саха, Якутия, в городе Якутск, состоялся шашечный матч между двумя шашечными гроссмейстерами, чемпионами мира Марадуловым Рилаевым и Андреем Федотовым. Данный матч состоял из шести партий, соперники играли с контролем времени 3 минуты на партию плюс 2 секунды на ход каждого из соперников, ну так называемый Блиц. Так как данный матч не выявил победителя, был сыгран дополнительный матч с более жестким контролем, уже играли в Супер Блиц, то есть минута на партию плюс секунда за каждый ход, и в Супер Блице уже победил Марадулу Амрилаев. Так, сердечно поздравляю победителя с данным достижением, хочется сказать несколько слов про Андрея Федотова. Вы знаете, сыграл очень неплохо, я считаю. Оба соперника играли качественной партией, в принципе явных таких ошибок не было, несмотря на то, что партии игрались в Блиц. Обычно в Блиц соперники не показывают свою лучшую игру, но тем не менее партии были интересные, и мне хочется сегодня с вами проанализировать их. Несколько партий буду записывать в каждом ролике, всего матч разделю на несколько частей и выложу, то есть пошагово, то есть разберем все партии матча. На данном матче присутствовали многие видные граждане Республики Якутия, присутствовали также несколько очень сильных шашистов. Я видел, что присутствовал Гаврил Колесов, гроссмейстер, чемпион России, и Николай Стручков комментировал данный матч, тоже гроссмейстер, чемпион России. Друзья, ссылочку на данный ролик выложу в описании этого видео и закреплю в комментариях. То есть видео выложил YouTube канал НВК Саха, так что можете посмотреть данный матч, уже, как сказать, воочию убедиться. Ну давайте приступим к разбору партий матча. В данном матче применялась жеребьевка дебюта, летающая шашка и так называемая ходилка. В первом матче выпала ходилка СД4, БА5, ЖФ4, ФЕ5, бой-бой на Ж5. Обязательные ходы. Первую партию Марадулой Морилаев играл белыми. Ну и вон, в принципе, сделал логичный ход АБ4. Белые приступают к атаке ослабленного фланга, правого фланга черных. Ну и обе стороны, в принципе, логично развивают свои сильные левые фланги. Партия развивалась следующим образом. Ну и в этой позиции Андрей Федотов, играющий черными, сыграл ДЕ7. Во второй партии Марадулой Морилаев сыграл ФЕ7, то есть партия с некоторыми перестановками свелась к этой позиции. Ну давайте рассмотрим первую партию. Белые занимают центр, а черные играют на блокаду правого фланга белых, то есть на всталую шашку H2. Именно она является слабостью в позиции белых. В принципе, игра является равной данной позиции. Ну, все-таки, у белых как-то поприятнее за счет центра. Марадулой Морилаев сыграл СД4 в партии. В принципе, был еще ход БА5. Ну, все-таки, я считаю ход СД4 более таким жестким, что ли, более точным. Ну, в принципе, черные могли сыграть ДЦ5 также и как бы попытаться свести к тому, что случилось в партии. Но белые в этой позиции, конечно, могли сыграть ЕД4. Ну и после размена все-таки избавиться от своей отсталой шашки H2. То есть ей ничего теперь не мешает развиваться в центр, а у белых, у черных остается вот этот пассивный треугольник из шашек H4, G5 и H6. То есть, в принципе, после БА5 лучше всего играть ЕФ6. Ну, ход ЖФ6, видите, невозможен. Из-за ФЖ3 простого ударчика белые отдают три шашки, а сами проходят в дамки. Ну и должны победить эту позицию, в этой позиции. Конечно, чемпионы мира на такие простые ходы не попадаются. Но лучше всего в этой позиции сыграть черным ЕФ6. Данная позиция встретилась на одном из шашечных стримов. На канале «Всё о шашках» играл 13-летний кандидат мастера Арсений Ценов. Очень сильный из Тулы. Я комментировал данный матч. Ну, обратите внимание, что СД4 невозможен. Из-за ДЕ5 белым лучше всего играть СБ4. И лучше всего черным пойти здесь АБ6. Ну, то есть, ход ФЕ5, видите, плох. Из-за простого размена БЦ5. Ну и после такого разменного манёвра белые занимают центр. У черных опять остаётся вот этот пассивный треугольник. Преимущество, конечно, будет на стороне белых. Ну, после хода АБ6 уже белым надо быть осторожным. Осторожными. То есть, лучше всего играть БЦ5 после такого размена. Ну, как бы белые не играли. Ну, допустим, АБ4. У черных даже как-то позиция поприятнее. То есть, у белых переразвитие. Ну и после возможных разменов, всё-таки, я думаю, позиция уравняется. И партия закончится в ничью. Если же белые в этой позиции попытались бы как-то ещё победить. Допустим, подождать хода МАЖ3. То у черных появлялась отличная реплика БЦ5. Но ход ФЕ5, видите, невозможен. Из-за БЦ5 сюда бить нельзя. Потому что белые останутся с лишней шашкой. А если черные бьют в эту сторону, то белые форсированно попадают в замки. Ну, выждали. И легко побеждают. То есть, в этой позиции лучше всего, конечно, черным играть БЦ5. Ну и теперь белым уже надо меняться. Черные бьют, белые бьют. И в этой позиции, ну, ход ФЕ5 за черных плох. Потому что белые разменяются БЦ5. Вперёд. То есть, видите, грозят атаковать фланг черных, прорваться в дамки. И такого хода тоже нет. Потому что белые сыграют АБ6. Ну и после нападения сыграют ДЕ3, ЕФ4. И выбирают легко эту позицию. То есть, вроде бы кажется, что преимущество у белых. Но на самом деле это не так. То есть, в этой позиции у черных есть интересный ход ДЕ5. Он кажется корявым. То есть, у черных застревает шашка на G7. Но на самом деле, черные создали ударный кулак на своем левом фланге. Обратите внимание, что ход БЦ5 уже невозможен. Из-за простого ЕФ4. И черные останутся с лишней шашкой. То есть, а как играть белым в этой позиции? Ну, допустим, белые пойдут БЦ3. Тогда уже черные играют ФЕ7. То есть, такого хода ДЕ3 уже нет. Из-за простого ЖФ4. БЦ5 также невозможен. Из-за ЕФ4. Жертва СД4 невозможна. Вроде бы белые пожертвовали шашку. Пытаются ее отыграть. Из-за простого ФЕ5 и ЖФ4. И черные опять выигрывают шашку. То есть, а как играть в этой позиции? Уже белым. То есть, остается единственный ход ЖФ2. Ну и после хода ЕД6 белым просто ходить некуда. Черные легко должны победить в этой позиции. То есть, кажется, что ход ДЕ5 корявенький. На самом деле, он в этой позиции сильнейший. Ну и в этой позиции белым уже надо играть очень точно. ДЕ3. Черные играют ФЕ7. Грозят выиграть шашку. Белым надо закрываться. ЖФ2. Ну и после такого разменного маневра черные шашки ближе к центру доски. Белым все еще надо играть очень аккуратно. ЕД2. И в этой позиции черным лучше всего сыграть ЕФ6. То есть, ход ЕД6 уже не очень хороший. Из-за ДЕ3. Белые грозят сыграть. БЦ5 разменяться. Ход БЦ5 уже невозможен будет из-за БЦ3. И вот последующего СД4. И черные даже проиграют. Но у черных есть ход хороший ЕФ6. Ну и в этой позиции уже лучше всего белым пожертвовать шашку. И сыграть АБ4 с последующим ходом ДЕ3. Ну давайте посмотрим, как могло развиваться течение партии. Черные могли бы отжертвовать шашку обратно. Надо бить именно в эту сторону. Черные играют ФГ5. Грозят отдать шашку пройти в дамки. Надо играть ДЕ3. Черные играют ЖФ4. И у белых единственный ход на ничью БЦ5. То есть, белые грозят пройти в дамки. Надо играть БЦ7. Ну и после жертвы белые все-таки прорываются в дамки. И партия закончится, скорее всего, в ничью. То есть, очень аккуратно надо играть в этой позиции за белых. Друзья, мы с вами рассмотрели возможный ход. БА5. Вот в этой позиции. То есть, можно, в принципе, было сыграть БА5. Но Марадулу Амрилаев сыграл более точно. СД4. СБ6. Надо уже играть. Марадулу Амрилаев играет БА5. Атакует слабый правый фланг черных. Размен. И далее следует БЦ3. Здесь Андрей Федотов точно играет ЖФ6. Лучший ход. И в этой позиции белым уже следует быть аккуратными. Лучший ход АЖ3, как сыграл Марадулу Амрилаев. Ну, какие еще ходы были возможны в этой позиции. Обратите внимание, что хочется вроде бы за белых атаковать фланг черных ходом СД4. Ну, посмотрим, что могло бы возникнуть в партии. Размен. И белые меняются. Черные бьют. Белые бьют. Вроде бы кажется, что преимущество на стороне белых. То есть, надо играть ДЦ5, не давая белым пройти в дамки. Но белые тогда играют ДЕ3. И грозят отдать шашку, побить две и пройти в дамки. А ход ФЕ5 также невозможен из-за простого ЕФ4. Ну, и куда бы черные не побили, белые все равно выиграют шашку и проходят в дамки. То есть, а такой ход за черных невозможен из-за того, что белые выиграют шашку. То есть, обратите внимание. Кажется, что преимущество захватили белые в этой позиции. Но на самом деле это не так. То есть, после хода СД4 и размена, и хода ЕД4 белых, черные бьют не в эту сторону, а в эту. И происходит такой, ну, стандартный ударчик, который полезно знать всем начинающим шашистам. Черные играют ФЕ5, отдают одну шашку, вторую и забирают три шашки с победой. Так называемый удар по затылку. Вот этот прием я советую запомнить всем шашистам и любителям. Ну, профессионалы, конечно, знают его. То есть, он очень часто встречается как раз с позицией со связкой правого фланга. Стороны, которая занимает центр. То есть, ход СД4 плох. Ну, как еще могли сыграть белые в этой позиции? Был еще у них авантюрный план с ходом СБ4. Кстати, хочу показать, что ЕД4 тоже в этой позиции не проходит. Так как тоже, тот же самый ударчик по затылку проходите. Видите? То есть, то же самое. Ход СБ4. Есть такой еще авантюрный план. И после хода ФЕ5, ну, закрываться уже плохо из-за БА7. И как бы белые не играли, черные выигрывают. То есть, такой ход невозможен. И заевшиеся белые останутся без шашки. А на любой ход, ЖА2 или ЕД2, черные сыграют СД4 и пройдут в дамки. То есть, а ЕД4 невозможен из-за простого такого размена. Ну, и черные также проходят в дамки и побеждают. То есть, после нападения была еще интересная жертва за белых. АБ6. Черные бьют в эту сторону. И белые неожиданно закрываются. Теперь, как играть черным. У черных, в принципе, есть два более-менее таких интересных продолжения. Первая ЕД4. Ну, то есть, черные выиграли шашку. А затем обратно ее отжертвуют. Ну, и, в принципе, в этой позиции преимущество белых будет минимальным. Партия, скорее всего, закончится в ничью. Как еще можно было сыграть? Вроде бы кажется, что можно сыграть ЕФ6. Но после этого хода белые получат огромное преимущество. Белые разменяются. Грозят отыграть свою шашку. То есть, надо играть уже ЕД4. Ну, и после хода ЭП5, обратите внимание, что у черных 7 шашек. У белых всего 6. Но, тем не менее, белые следующим ходом пройдут дамки. И, скорее всего, выиграют эту позицию. Черные, да, где-то будут прорываться на фланге. Но позиция черных уже будет плохая. То есть, какие еще ходы были в этой позиции? АБ6. Ну, тогда белые играют БЦ5. Если бить в эту сторону, то белые форсировано попадут в дамки. То есть, как бы черные не били, то есть, сюда нельзя. Белые попадут в дамки. А если черные бьют сюда, то белые бьют на Ц5. Ну, и также легко выигрывают. То есть, после БЦ5 уже придется бить в эту сторону. Ну, тогда белые бьют сюда. И играют ЕД4. Как видите, белые грозят отыграть свою шашку. Они сейчас без шашки. У черных лишняя шашка. Но, так скажем, дивидендов она черным не приносит. И здесь уже надо играть за черных ЕД2. То есть, ход ЭП7 или ЭП7 уже здесь плохо. Черные проиграют. Ну, и в этой позиции ничья еще возможна. Допустим, так-так. Ну, даже, да, ЕД6, допустим. Ну, и после ЖХ2 у черных есть ничья после как? ФЕ5. Ну, и можно даже БЦ7 здесь сыграть. То есть, видите, белые не могут поставить дамку из-за хода ДЕ5. И уже черные будут праздновать победу. То есть, ничья в этой позиции еще возможна. При точной игре белых. Вернее, черных. Сигнейшее продолжение в данной позиции. Ход ДЦ5. То есть, белые играют авантюрно. Все-таки они отыгрывают шашку. Но черные играют ЕФ6. И грозят опять выиграть шашку. Белым в этой позиции уже лучше всего сыграть ДЕ7. Ну, и как бы черные не били, все равно белые делают ничью. Допустим, если черные побьют вперед, то белые играют БА5. Обратите внимание, ход ФЕ5. И БЦ7 невозможен из-за простого ЕФ4. То есть, у черных остается единственный ход ДЕ5. После этого белые нападают на шашку С5. И как бы черные не играли, все равно белые отыграют шашку. Ну, допустим, СД4, ЕД2. Ну, и как играть черным в этой позиции? Черных здесь есть два хода. Ну, допустим, если черные играют ФЕ5, тогда уже белые играют ДЦ3. Побили на Ф6. И после такого размена шашки белых стоят ближе к центру доски. Белые даже получают преимущество. А если черные жертвуют шашку обратно, то белые бьют. Черные играют ФЕ5, белые ЖЕ2. Ну, и после возможных разменов, лучше уже черным побить сюда именно. Сюда, сюда. Ну, и как бы белые не играли, ФЕ3, допустим, напали, отошли. Партия закончится в ничью. Какие еще могли возникнуть варианты после вот этого, я считаю, что довольно-таки провокационного хода. То есть, АБ6 побили, АЖ3. ДЦ5 побили, ЕФ6 отдали. Ну, черные могли еще побить назад. Давайте посмотрим, что могло возникнуть здесь. Ну, сюда бесполезно нападать. АБ4 и ФЕ3. Допустим, сюда тоже, в принципе, бесполезно нападать, потому что белые сыграют ЕД2 побили и ДЦ3. Теперь такого хода нет из-за простого ЕФ4. Если АБ6, то ЦБ4. Белые отыграют шашку и даже еще выиграют. То есть, надо играть ФЕ7, но после ФЕ7 уже можно напасть ЦБ4. Допустим, закрылись и опять сыграют БА5. И у черных, обратите внимание, опять плохо. То есть, ДЕ5 играть нельзя из-за ЕФ4. БС7 также из-за ЕФ4. Но у черных тут находится вот такой ударчик. Допустим, ЖФ4. БС7 лучший ход. Но и здесь белым надо играть очень аккуратно. ЖХ2 единственный ход. То есть, ФЖ3 уже невозможен из-за того, что черные пройдут в дамки. ЖХ2 именно. Ну и после хода ДЦ3, допустим, уже можно сыграть ФЖ3. Прошу прощения, ФЕ3. То есть, белые не дают пройти черным дамки. Ну, если черные жертвуют шашку, обе стороны пройдут в дамки и партия завершится ничьей. Вот такие интересные варианты остались за кадром этой партии. В принципе, белые могли сыграть и подобным образом. Но Марадуло Амрилаев в этой позиции сыграл АЖ3. Более такой надежный ход. Последовало СБ4. Размен логичный. Ну и как бы белые не били, допустим, если побьют таким образом. В принципе, после разменов достижение ничьей для черных не является чем-то таким сложным. То есть, после размена Марадуло Амрилаев побил вперед. Андрей Федотов сыграл БЦ7. Марадуло Амрилаев сыграл ЦД4. Здесь Андрей Федотов сыграл ЕД6. И после размена пошел ЦД6. Далее последовало ЦД4. И черные разменялись назад. Вроде бы кажется, что у белых все шашки искучены на одном фланге. То есть, на правом фланге у белых 5 шашек, на левом вообще ни одной. У черных шашки расположены более гармонично. Но, тем не менее, здесь позиция за белых, как ни странно, приятнее. Марадуло Амрилаев сыграл ЕД4. Андрей Федотов ответил ЕФ6. ЖН2. ФЖ5. ФЕ5. Обе стороны играют форсированно. То есть, тут никуда не отвернуть. Так, Андрей пошел ФЕ7. Марадуло ответил ЦД6. И последовал размен. Ну, в этой позиции легко видеть, что после ЦД6 черные сыграют ЖФ4. Затем пожертвуют шашку. Ну, и пройдут в дамки. У Андрея Федотова здесь, игравшего черными, оставалось не более 5 секунд. Ну, и Марадуло Амрилаев решил подкрутить позицию. Он сыграл ФЕ3. Теперь обратите внимание, что размен вот такой уже проигрывает. Белый играет ЦД6. Ну, и легко выигрывает эту позицию. Поэтому, Андрей Федотов ответил ФЕ7. Здесь Марадуло Амрилаев ответил ЕД4. Последовал ЖФ4. И Марадуло пошел в дамки. Андрей также идет в дамки. И Марадуло Амрилаев поставил последнюю ловушку. То есть, напал на две шашки черных. Теперь обратите внимание, что черным нельзя ставить шашку в дамки. То есть, если они поставят дамку сюда, то белые побьют на Д4 и легко выиграют эту позицию. Затем построят треугольник Петрова. Если же черные ставят дамку на Ж1, то белые все равно побеждают. Ну, в этой позиции Андрей Федотов отошел ЕД6. И после нападения ДЕ5 сыграл, поставил дамку на поле Е1. Ну, сюда бить бесполезно. Ничья будет. Марадуло Амрилаев побил на С7. Ну, и Андрей Федотов затем отдал вторую шашку и занял большую дорогу. Партия закончилась ничьей. Интересная партия. В принципе, ну, давайте рассмотрим вторую партию. Во второй партии соперники играли попроще, что ли. Но, тем не менее, белые все равно получили преимущество. Обязательные ходы. Второй партии Андрей Федотов сыграл БЦ3. Марадуло Амрилаев ответил... Так, прошу прощения. Здесь Марадуло Амрилаев ответил Ж4. Ну, Андрей Федотов также разменялся. Последовало Ж6, АБ2, ФЖ5, БЦ3, АЖ7, СБ2. В принципе, партия свелась к тому, что мы уже видели. Но во второй партии Марадуло Амрилаев, играющий черными, сыграл ФЕ7. То есть, в первой партии Андрей ответил ДЕ7, а Марадуло ответил во второй партии ФЕ7. Лучший ход за белых СД4, естественно. Здесь Марадуло Амрилаев ответил СБ6. Ну, и у белых, в принципе, было две возможности. ДЦ5, как сыграл Андрей, и БЦ5. Давайте рассмотрим оба хода. После хода БЦ5 возможны следующие два варианта. У белых, у черных есть две возможности. Либо играть Ж6, либо играть ДЦ7. Ну, давайте рассмотрим оба варианта. В принципе, они там во многом похожи. Если черные играют Ж6, то белым лучше всего ответить БА3. Далее, БЦ7, и белым лучше всего пойти АБ4. Ну, такого хода нет из-за Ж3. И белые выигрывают. То есть, надо играть СД6. В этой позиции белые делают неожиданный ход. ДЕ5. Ну, и как бить черным? Так, в принципе, тут возможны оба боя. И Б6 на Д4, и Ф6 на Д4. Если черные бьют Ф6 на Д4, то белые играют БА5. Побили, побили сюда, 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 сюда и сюда. Ну, и после размена БЦ5 абсолютно равная позиция. То есть, позиция разрядилась. Как еще могли побить черные? СД7. Д6. Так. Если бы черные побили в эту сторону, то белые могли вот таким маневром получить такую позицию. Ну, и здесь тоже ничья, как говорится, не за горами. Ну, в этой позиции надо черным точно пойти ФЖ7. Это единственный ход, который ведет в этой позиции к ничьей. Ход ДЦ7 здесь уже проигрывает. Белый играет ЕД2. Ну, и обратите внимание, что ЦБ6 уже невозможен. Так как белые пройдут в замки. А если черные играют ФЖ7, то белые размениваются подобным образом. Ну, и как бы черные не играли, белые легко здесь побеждают. То есть, в этой позиции надо играть аккуратно черным ФЖ7. Ну, и как теперь играть белым? В принципе, можно сыграть ЕД2 или сразу же разменяться. Ну, допустим, ЕД2. ЖФ6. Меняться все равно рано или поздно придется. То есть, как играть? Допустим, разменялись ЕД6. СД4. Напали. ДЦ5. Вроде бы кажется, что ничья за черных. Но на самом деле, белые здесь побеждают за счет сходки. То есть, они играют БА5. Ну, и как бы черные не играли, допустим, ФЖ5, ЖФ2, ЖФ4. Просто играют АБ6 и легко побеждают. То есть, в этой позиции тоже надо было сыграть аккуратно. Да и Е5 проигрывает. Надо играть именно ФЖ5. То есть, а как играть белым? То есть, после нападения уже у черных есть вот такой ход. ЖФ4. Ну, и как бы белые не пошли. То есть, если ЖФ2, тогда уже ФЕ5. Я прошу прощения. АБ6. И позиция ничейная. А если белая играет БЦ5, допустим, тогда уже АЖ3. Ну, если пойдут в дамки, тогда уже есть вот такой ход. ФЕ3. И придется бить в эту сторону. То есть... А если игра, допустим, ДЦ3, то ФЖ5. Ну, и после СД4 черные разменяются. И также пройдут в дамки. В принципе, можно было Андрею Федотову, наверное, сыграть именно таким образом. Наверное, это был сильнейший вариант в позиции. То есть, в этой позиции Андрей сыграл ДЦ5. Наверное, надо было играть БЦ5. Ну, какие еще могли возникнуть тут варианты? После ДЦ7 белая игра также БА3. Ну, и если черная игра, допустим, СД6, то белая закрывается. Ну, и такого нападения нет из-за вот такого простого ударчика. Так. То есть, в этой позиции уже надо играть БЦ7. Теперь белым лучше всего ответить... Белым лучше всего тут пойти АЖ3. И у черных тут было два варианта. Либо играть ЕФ6, либо ЖФ6. Ну, давайте рассмотрим оба. Если черная игра от ЖФ6, то белая опять игра от ДЕ5. Но обратите внимание, в эту сторону уже бить плохо. Потому что белая игра от БА5. Ну, и после размена получают выигранную позицию у черных мертвая связка. Так играть плохо для черных. Поэтому надо бить именно в эту сторону. Ну, и белые после всех разменов. Похоже на то, что было уже нами рассмотрено. Но немножко другая позиция. В этой позиции у черных есть ничья. ФЖ7 уже проигрывает. А вот СБ6 все-таки ведет к ничьей. И после размена БА5. Ну, можно и пожертвовать шашку. А можно сразу же идти в дамки. В этой позиции черные могут достигнуть ничьей. Мы рассмотрели ход ЖФ6. Был еще вариант ЕФ6 сыграть. Ну, и у белых тут тоже, в принципе, есть хороший вариант. Здесь за белых была отличная реплика. ДЕ5. Ну, и как играть черным? Единственная ничья есть после хода ФЖ7. А вот естественный ход БА5 уже проигрывает. Из-за неожиданного удара. Белая игра от ЕФ6. В эту сторону бить бесполезно. Так как белые побьют сюда и выиграют. А если черные бьют в эту сторону, ну, белые просто подождут ЖФ2. И наносят свой финальный удар. И легко выигрывают. Вот такая интересная возможность была у белых. То есть неожиданный ход ДЕ5. И черным надо было тут меняться. Затем нападать на шашку Б4. Белым отходить надо. Черным надо играть ДЕ7. Ну, допустим, ЖФ4. СД6. СД2. Побили, разменялись. Ну, и здесь партия должна закончиться, в принципе, ничьей. Вот такие интересные кадры остались за кулисами партии. Ну, давайте рассмотрим саму партию. Андрей Федотов разменялся ДЕ5. Все-таки у белых позиция выглядит лучше. Они, шашки белых, ближе расположены к центру доски. Далее последовало ЖФ6. Белые разменялись. Вперед. БЦ7. ЖФ2. В принципе, равная позиция. Марадулу Амрилаев здесь разменялся. ФГ5. Грозит выиграть шашку. Поэтому Андрей Федотов здесь пожертвовал шашку. И сыграл БЦ3. Марадулу Амрилаев ответил ДЕ7. Далее последовало ХГ3. И ЕФ6. Здесь Андрей Федотов пошел СД4. В принципе, в принципе, в принципе, данная позиция уже выиграна за белых. То есть, вот за ход до возникновения этой позиции у черных еще была ничья. Надо было пожертвовать шашку А5 назад. Ну и как бы белые не побили, партия бы закончилась ничьей. А вот ход ЕД6 уже проигрывает. ЕФ6 уже проигрывает после СД4 за черных. Давайте рассмотрим. Здесь черные разменялись. Андрей Федотов пошел уже Ф4. Ну и уже надо отжертвовать шашку обратно. АБ6, АБ4 точный ход. И Марадулу Амрилаев здесь сыграл ЕД6. Так, подождите. ЕФ6 сыграл. И в этой позиции у Андрея Федотова был выигрыш. То есть, надо было точно пойти ЕД2. А остальные ходы, то есть, ФЕ3, как сыграл Андрей, они уже ведут к ничьей. Давайте рассмотрим вот этот красивый вариант. Видимо, Андрея в этой позиции после ЕД2 смутила вот эта жертва. И ход ФЕ5. Но в данной позиции белые легко побеждали ходом ФЕ3. Ну, в эту сторону бить бесполезно. Белые пойдут в дамки, будут контролировать нижний двойник. И черные не смогут поставить дамку. То есть, а если бить назад, ну, белые тоже легко побеждают. Допустим, играют ЕД4, СД6, ДЕ3 надо жертвовать. Белые ставят дамку и тоже легко побеждают в этой позиции. То есть, в этой позиции после ЕД2 был выигрыш. Андрей Федотов же пошел в ФЕ3. Марадулу Амрилов, естественно, пожертвовал шашку. И обратите внимание, что обе стороны форсировано прорываются в дамки. И здесь была зафиксирована ничья. Друзья, сегодня мы с вами рассмотрели две партии матча между Марадулу Амрилаевым и Андреем Федотом. В принципе, обе партии очень интересные, очень острые. Во второй партии, можно сказать, уже с уверенностью Андрей Федотов мог выиграть. Но ошибся в самом конце партии. То есть, вместо выигрывающего хода ЕД2 сыграл ФЕ3. Ну и выпустил Марадулу Амрилаева. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Буду продолжать разбор этого интересного матча. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok